Таинственный злодей Люцифер Сафин Таинственный злодей Люцифер Сафин Голливуд снова возвращается к клише холодной войны. И способны ли русские кинозлодеи напугать мир, как в былые времена, обсуждаем сегодня с блогером Бэткомедиан и голливудским актером Александром Невским. Так, за последние десятилетия западные режиссеры не раз прибегали к образу русского злодея. Из самых колоритных персонажей можно вспомнить Ивана Драга, Рокки 4, Виктора Раставильной в «Красной жаре», Бориса Бритву в «Большом куше» и, конечно, Григория Распутина в «Хеллбое». Рэмбо боролся с русскими в Афганистане. Ну а сколько наших соотечественников обезвредил тот же Джеймс Бонд и вовсе не счесть. Если же выбирать из свежих фильмов, то на ум сразу приходит генерал Дрейков в «Марвелской черной вдове» и бандит Юлиан Кузнецов в недавнем боевике Ильи Найшулера «Никто». Но это другое, я бы сказал. Так в чем же причина столь горячей любви Голливуда к образу русского злодея? Чем так влечет западных киноделов непостижимая русская душа, которая, судя по американским фильмам, не просто потемки, а вообще непроглядная тьма, в глубине которой рождаются только коварные планы по захвату мира? Прямо сейчас к нам присоединяется блогер и кинокритик Евгений Баженов, он же Бэткомедиан. Евгений Владимирович, я приветствую вас. Благодарю за то, что откликнулись. Да, вы в ушаночке. Я сразу в образе на всякий случай. Чтобы на очередную роль злодея претендовать. Да. В 50-х годах, ну мы о серьезном, в 50-х годах прошлого века врагами главных киногероев в кино нередко были злодеи из СССР. После того, как страна распалась, эта особенность голливудских фильмов почти исчезла. И вот, по-моему, где-то с 17-го года Россию вновь начали возвращать на мировой кинорынок через стопроцентных злодеев. Можно ли говорить, судя по их количеству, что последнее время, да, что русские злодеи – это любимые злодеи Америки? Я думаю, что это в целом просто удобная цель. Дело в том, что мы не особо диктуем какие-то правила в контексте проката. Например, если сделать главного героя злодеем, точнее, главного злодея, например, китайцем, то при прокате на территории Китая возникнут проблемы, и очень большие проблемы. Значит, фильм недополучат, а значит, нельзя делать персонажа злодея китайцем. Удобная вариация – это русские. Там немножко пытались Северная Корея, но, видимо, это как-то не особо серьезно. Поэтому, мне кажется, русские самые удобные в этом плане образы. То есть и прокат у нас будет, все нормально, и, в общем-то, мы не такой крупный рынок, чтобы диктовать условия. Коммерческое кино – это не только искусство, да? Ну, это безусловно. Да и, опять же, наследие за очень долгий срок Холодной войны, целое поколение взросшено на злодеях русских. А наследие… Немножко немцы есть, безусловно. Евгений Владимирович, наследие ли или современность? Вот недавно создатель французского сериала «Бюро» не видел, правда, вашей рецензии на это творение. Эрик Рошан, по-моему, признался. Вот настало время поговорить о возвращении России на международную сцену. В четвертом сезоне сюжет вращается вокруг современной кибервойны. Кино – это отражение американских тревог, связанных с внешней политикой. То есть это современность. Безусловно. То есть вот вы правильно сказали, что на какое-то время вроде поступил… Получилось, точнее, потепление. Там в 90-х вроде таких ярких прям злодеев не было. Был Армагеддон. Потом, мы помним, там не был злодеем русский. Он такой вот как раз в шапке-ушанке. Два раза спасал мир. А потом политика изменилась. Все больше, все больше появляется русских злодеев. Но, опять же, это удобная цель. Харизматичные персонажи. Могут быть интересные злодеи. Главное, чтобы фильм не уходил в лютую пропаганду, как, например, «Красный воробей» из относительно недавних фильмов. То есть это год 17-й, по-моему. То есть когда вот прям клюква-клюква. А когда это просто харизматичный какой-то персонаж, опять же, русский злодей, допустим, то это вполне неплохо. Но, к сожалению, Запад перебарщивает. И русский злодей – это именно тот, кто пьет водку и просто хочет уничтожить мир, потому что он русский злодей. Евгений Викторович, ну, коли уж вы надели ушанку, если я попрошу вас вот прямо сейчас составить вот некую рецензию, да, на среднестатистический голливудский фильм с русским упырем и при этом с русской девушкой, выступающей на стороне главного героя, спасающего мир. По-моему, вот таким и будет выглядеть «Бонн-25». Ну вот самый яркий пример как раз «Красный воробей». Правда, там не было шапок-ушанок, там была водка, был злодей КГФСБшник, там не особо понятно, это КГБ или ФСБ, вроде как они постоянно путают это. И он такой холодный, расчетливый, убивает всех. А девушка сначала, она русская героиня, она сначала как бы сопереживает вроде за страну, но потом понимает, что все это обман, и только в Америке свобода, поэтому надо предать злодеев и перейти к светлой стороне. Что будет в «Бонде» не особо понятно, но опять же, один из самых популярных сериалов «Stranger Things» в третьем сезоне, по-моему, опять же, появились русские. До каждого популярного проекта рано или поздно добираются русские. Ну а в «Бонде» это классика, русские злодеи, опять же, это классика. Вы не находите, что русские злодеи как-то карикатурные в своем большинстве в голливудских фильмах? Ну, мне наоборот нравится, когда все понимают, что это карикатура. Мне очень нравился образ русского персонажа в фильме «Каратель» в 2005 году, по-моему, где, ну, такая карикатура на русских. Ну, то есть это понятно, что не существует таких русских злодеев, да и русских таких не существует. И за счет этого, мне кажется, вот лично у меня подобное вызывает смех. Я надеюсь, что и на Западе, хотя, возможно, и нет. А вот когда на серьезных абсолютно лицах, скажем так, изображают злодеев, вот тогда становится печально. То есть вот абсолютно серьезная и драма максимальная, что вот это действительно русские такие. И вот это действительно печалит, когда они уходят в абсурд. А вот когда абсурд, это всегда весело, мне кажется. Я благодарю вас, блогер и кинокритик. Евгений Баженов был на прямой связи с вами, он же Бэткомедиан. Ну что, мы включаем Голливуд, Лос-Анджелес. Александр Невский, актер, продюсер, режиссер, присоединяется к нашему эфиру и фильму. Александр Александрович, я приветствую вас. Юра, добрый вечер. Итак, в новой бандиане главный злодей русский впервые за 20 лет. В голливудском взгляде на Россию, что, началась настоящая перестройка? Возвращение России как империи зла? Ну, к сожалению, никуда это не уходило, Юра, по той причине, что и в сериалах, и в фильмах русских продолжали показывать именно таким образом, продолжали показывать стереотипно. Так что нет, сильно ничего не меняется. Не меняется или все возвращается? И в связи с чем? Насколько политика рулит Голливудом? Нет, ну, естественно, Голливуд реагирует на то, что происходит в мире. И, конечно, если есть такой заброс на то, чтобы русские продолжали выглядеть в кино или по телевидению как-то в образе злодеев, это будет и продолжаться. Другое дело, Юра, что мы беседовали об этом, и я повторю то, что я говорил и раньше. Пять лет назад. Конечно, проблема тут не Голливуда, проблема российских продюсеров, которые спокойно, пассивно продолжают это все наблюдать вместо того, чтобы создавать международные проекты, в которых русские будут героями, собственно, которые спасают мир. На мой взгляд, как ты считаешь? Сан Саныч, ну а кому они нужны, если злодеи в американских фильмах напоминают врагов США во внешней политике, а это вызывает нужную эмоциональную реакцию у зрителя? Это вызывает нужную эмоциональную реакцию у того зрителя, который, может быть, здесь, в Соединенных Штатах, или в Мексике, или еще где-то. Но я тебя уверяю, ту же самую эмоциональную реакцию, хорошую, другую, вызывают картины, в которых русские представлены не как-то зверопадали, а представлены хорошо. И та же картина «Максимальный удар», в которой я принимал участие, голливудский фильм, англоязычный фильм, который сейчас доступен здесь на Amazon Prime Video миллионам людей, он тоже людей вызывает позитивные эмоции. Другое дело, что, конечно, когда блокбастеры сотни миллионов долларов бюджета и сотни миллионов долларов промо-бюджета показывают русскими злодеями, то с этим конкурировать сложно, независимым продюсерам. Продюсерам. Другое дело, еще раз, что мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы русских показывали по-другому, не как иначе. То есть вы действуете в интересах русских, вот играя исключительно, по-моему, ну, это, хороших персонажей, да? Хороших русских. Я думаю, что я в интересах русских, но также я в интересах действую всех нормальных людей, которые, поверь мне, миллионы людей, которые в Соединенных Штатах Америки и по всему миру устали от негатива, устали, устали от политики ненависти, которая есть, да? Потому что никто не выигрывает от новой холодной войны. Мы только что прошли через полтора года, когда весь мир вообще погряз в негативе и жести. Поэтому, на мой взгляд, я действую в интересах всех тех, кто, собственно, хочет немножко больше позитива иметь в своей жизни. Фильмы про дружбу русских и американцев, где они не убивают друг друга, а вместе борются со злом. Именно такие фильмы, на мой взгляд, и изменят ситуацию. И в Соединенных Штатах Америки, где я сейчас нахожусь, и в России, и по всему миру. Просто этих фильмов должно создаваться больше. И если в Голливуде создают фильмы про американских героев, ну кто, как не русские, будет создавать фильмы про русских героев, Юра? На мой взгляд, по-моему, все это звучит логично. Другое дело, что этим надо заниматься. Этим надо заниматься. Я не знаю, насколько государство должно это поддерживать, да? Потому что нас всегда кивают на государство. Здесь, в Голливуд, не поддерживается государством. Юра, продюсеры сами получат деньги в студии, сами это делают. Да, отталкиваясь от спроса, отталкиваясь от инъюнктуры, но это бизнес. Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы должны это делать. Скажи, пожалуйста, а сколько стоят в Голливуде русские актеры-злодеи? И насколько престижно сыграть такого? Я тебе уверен, я никогда подобных ролей не играл. Но много лет назад, когда мне что-то подобное предлагали, поверь мне, это копейки. Это минимум актерского профсоюза. И здесь, здесь не только в русских, на такие кастинги приходят, ну, славянской внешности ребята. Из Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии. И здесь еще один. Я-то не играл этих ролей никогда по той причине, что, ну, у меня такие были взгляды на жизнь. И свою аудиторию я никогда не предавал. Многие актеры, которые играли, Юра, они денег не зарабатывали. И где они сейчас, эти ребята, которые играли русских злодеев? Сан Саныч, The End у нас, The End. Я знаю, что выходит новый фильм с хорошим русским, с вашим участием. Атака на Рива Брау, по-моему, да. Я желаю ему хорошего бокс-офикса. Александр Невский, актер-продюсер, режиссер голливудский, да, и с русским паспортом, был в нашем эфире.